Нами было проведено за этот период несколько фундаментальных фрагментов одного большого исследования всестороннего по хирургическому лечению одиночных и множественных рецессий Десны. Нами была разработана система фенотипических показателей, которые мы учитываем абсолютно у всех пациентов, для того чтобы выбирать адекватно состояние тканей, статусом пациента, общесоматическому состоянию, стратегию и тактику лечения. Мы учитываем ряд важных показателей, вы можете найти это и в других источниках литературы, или подробно ознакомиться с этой таблицей самостоятельно. Для нас, как для хирургов, в первую очередь имеют значение следующие показатели. Это конституция пациента, которая при наличии атрофических процессов однозначно нам указывает на возможную многоэтапность лечения рецессий Десны или на использование пластического материала, то есть двуслойной методики. Это тип кости. Мы взяли уже устоявшиеся известные классификации, по сути объединили их в одну модель, просто дополнив отдельными акцентами именно с позиции атрофических процессов полости рта, о чем нам говорит состояние ткани и данные обследования рентгенологического, визуального, по клиническим показателям измеримым. В таблице приведен комментарий, на что влияет каждый из показателей. На этом я подробно останутся не буду, это встречается в других вебинарах. Следующий показатель это объем кости. Поскольку кость должна быть хорошего качества, она должна быть губчатая, то есть быть воскулиризованной для того, чтобы восстанавливать объем ткани или способствовать образованию новых тканей при регенерации или восстановлении утраченных тканей от травматических воздействий различных факторов, для нас важен объем кости, который окружает зубы в области рецессии. Имела ли место первичная дагесценция, врожденная или вторичная дагесценция, то есть отсутствие замыкающей компактной пластинки в области рецессии десны. В норме, в большом проценте, на клыках, например, на верхних и нижних, отсутствие замыкающей компактной пластинки или ее уровень заметно снижен по высоте, что также может являться причиной образования рецессии десны. Это атрофия, которая находится в пределах нормы или это исключающее хирургическое вмешательство атрофии. Такие случаи тоже встречаются, тогда мы идем различным протоколом, либо мы предварительно выполняем хирургическую подготовку, а в дальнейшем уже идем лечить рецессии, либо это делаем сочетанно в одной операции. В любом случае, подробный анализ этих показателей дает нам понимание, какие моменты должны быть учтены при персонифицированном подходе лечения каждого пациента с рецессиями десны. Следующий показатель это объем десны, фактически это биотип. Он может быть очень толстый, это уже наша добавка, потому что есть пациенты, у кого действительно заметный биотип больше 3 мм. Толстый 2,3, средний 1,2 и тонкий все, что меньше миллиметра. Эти факторы также будут влиять на выбор конкретного протокола операции или пластического материала, аутотрансплантата или твердой мозговой оболочки в нашем случае для изменения, то есть утолщения биотипа десны. Точки крепления мышц. Это анатомические контрфорсы, которые препятствуют мобилизации адекватной лоскута и его стабильности в операционной зоне. Мы определяем их по атласу, а при тонком биотипе десны у пациента возможно определять пальпации, что достаточно ощущается особенно в дистальных участках нижней челюсти. Ну и также наличие слизистой мышечных тяжей на нижней челюсти во фронтальном участке и справа в дистальном участке в четвертом сегменте справа и слева. Просто это модель описанная конкретно по конкретному пациенту, поэтому тут есть подробное уточнение. Форма зубного ряда, форма размера зубов, межальвеолярное расстояние. Это ортопедические параметры, которые мы тоже учитываем, но они регулируемые. Ортопед может добиться за счет временных конструкций и других различных методов того состояния, которое будет адекватным для дальнейшего хирургического лечения рецессии десны. И гигиенические индексы, тоже наиболее устоявшиеся, принятые, Всемирная организация здравоохранения и европейскими, и зарубежными различными школами и университетами. Они влияют на послеоперационное состояние, это дает нам понимание того, какой результат у пациента будет через длительный промежуток времени, 5, 10, 15 лет. Есть ли риск того, что образуется рецессия повторно в дальнейшем или нет. Об этом нам будут говорить как раз вот эти показатели. Нами была разработана система, показатели которой мы учитываем фенотипические и парадонтологические измеримые совместно. Поэтому они переведены еще раз на слайде. Парадонтологические показатели это глубина рецессии, ширина кератинизированной десны, толщина кератинизированной десны, расстояние от режущего края до зенита рецессии, величина зубодесневого кармана. Всем пациентам проводится консулучевая томография в обязательном порядке для того, чтобы оценивать состояние и объем костной массы в области зенитов рецессии и ее уровень относительно корня зуба. Составляется план ортодонтического и парадонтологического лечения, сочетанный, если мы говорим об ортодонтических пациентах, и заполняется парадонтологическая карта пациента. Мы учитываем жалобы пациента. Например, в конкретном случае речь шла о повышенной чувствительности от химических и термических раздражителей и эстетические дефекты в области рецессии десны для того, чтобы понимать, какие есть у пациента требования к результату предстоящего лечения и ожидания для того, чтобы быть объективным и говорить о том, что мы действительно можем добиться, а чего нет. Или просто в более длительный период времени, или в несколько этапов и так далее. Поэтому нужно ориентировать пациента всегда в будущее. На основании всех этих показателей ставится диагноз и выбирается план лечения. Он будет одноэтапный, двухэтапный. Он будет с пластическим материалом или без него, однослойной техникой. Это будет комбинированное использование материала пластического. Или это будет несколько методик в одном случае, что на сегодня встречается нередко при лечении множественных рецессий. Или мы, наоборот, разными методиками оперируем разные сегменты. Поэтому этот анализ данных и дает нам понимание. В данном случае было сочетано три метода. Это операция Десант-Изуккелли. Это метод коронального смещения с трансплантатом и туннельный метод с трансплантатом. Факторы, которые мы учитываем при выборе конкретной методики. Нами была разработана трафаретная таблица по алгоритмизации выбора методики хирургического лечения рецессии Десны. Мы опираемся на класс рецессии по Миллеру как основной классификации. Класс убыли сосочка по Денису Тарну. Объем окружающих тканей. Некариозные пришеечные дефекты. Качество окружающих тканей Десны. Наличие слезистомышечных тяжей как контрфорсов. Мелкое преддверие полостирта, что не учитывается ни в одной классификации. И степень экструзии, то есть выдвижение зубовестибулярно из дуги. И на основании этого мы выбираем конкретную методику. Мы выбираем пластический материал. И определяем количество этапов хирургического лечения рецессии Десны.